МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новины Витебской области у студии Наталья Байнарович. Витаю вас! С повагой до державных символов. Громадзянская патриотычная марафона 1 протягла подороже по Витебской области. Работы на палетках. Полова господарок полночного региона приступила до уборки кукурузы и деселба зимых культур. Интеллектуальное золото. Школьники Витебской области стали призерами международной олимпиады по науках об земли. Громадзянская патриотычная марафона 1 передоли у полового района Витебской области протягивая подороже по региону. Чарговой кропкой маршруту стал Полоцкий район. Тут эстафету приняли на водные мяжи. Активисты БРСМ, школьники, спортсмены пронесли в державностях Республики Беларусь по центральной улице Новополоцка. До инициативы подключились простонники УЛАДУ громадских организаций и гораджани. К ляме мемориального комплекса «Першая палатка» отбылся митинг. До места памяти и пешебудовников на автограду склали к ветке. Идея областного марафона во ушановании державных символов Республики Беларусь. Хоть демонстрации едности народа и связи поколению, дарыши разом со стягом, молодые люди передают соседям ручники за орнаментом своего района. Узнак поваги до народных традиций. Когда мы едины, когда мы все вместе, когда в обществе у нас согласие и взаимопонимание, то мы можем справиться с любыми вызовами. Это показывала вся история нашего народа. И безусловно, сегодняшняя акция еще раз подчеркивает, что мы ценим традиции прошлого, мы ценим наших героев, которые добыли нам победу, которые своим трудом отстроили нашу страну, которые построили наш город Новополоцк. Мы ценим настоящее. Для нас радость поучаствовать в этой акции, которая объединяет районы нашей области, которая патриотически воспитывает. И мы с гордостью говорим, что это флаг нашего государства, что мы едины, мы патриоты нашей страны. Услед за Полоцким районом эстафету подхопили Верхний Адвинский, Адалей Рассунский. Областный громадянский патриотичный марафон один и стартовал у пеший день в осени на Поставщине и финишует у Витебску у День народного одинства. Минавито 17 вересня у областный центр доставят в державностях Беларуси и ручники с орнаментами у всех районов предвинья. У программе так сама акция БРСМ «Родное народное», урочистый концерт и интеллектуальный турнир. Открыты идеологии Одинства народа, сила Беларуси. Каля 30 тематичных пляцовок рыхтуют витебске и правоохонники, и ротонники до фестивалю Кермашо, працунеков везки и дажинки у Глыбоки. Интерактивный тирк, квесты, выставы специальной техники и шерох инших локаций. Гости и жахары Вишневой столицы смогут ознайомиться с историей витебской милиции и узброения. А сопрационники МНС не только в черговый раз нагадают про правила безопасности, а и пропонуют самым смелым попробовать потушить пожар. Интерактивные площадки различные развлекательные, где, начиная от мала до велика, смогут не только напомнить себе о поведении в чрезвычайных ситуациях, но и также получить ряд положительных эмоций, участвуя в различных квестах. В целом, сама площадка себе представлена комплексом различных интерактивных площадок, то есть человек попадает в спецотряд 112, где он от площадки до площадки проходит полностью и получает сертификат о том, что он специалист в области безопасности. Тематические площадки будут включать как работа площадок государственной автомобильной инспекции, Управление по гражданству и миграции, отряды милиции особого назначения, также будет профориенционная работа с молодежью, работа интерактивного тира и многое другое. В рамках мероприятия будет организован и праздничный концерт для участников и гостей этого мероприятия. Дожиночный марафон стартует у глубоким 17-го вересня. У дельников и гостей святых, хлеборобов, чекая насыщенная программа и множество сюрпризов. Утым лику концерт «Зорок белорусской эстрады», имены яких организаторы «Пакуль» тримаются в сокрытии. Тем часам аграры протягивают работы на палетках. Меньше за 2% збожевого клина застается убрать господаркам Витебской области. У Астоннам это гречка и проса, выросшиванием яких ущельную занялись совсем недавно. Сегодня площадки под этой культуры повеличили до 2500 гектаров. «Пакуль» убраны по 300 гектаров кожной. Меж тем, основные силы аграры зараз кераваны на сяубу азимых збожевых. До работ приступили у сега с подарки в области. Под мурок, под будущий урожай заклали на площадь 22 тысячи гектаров. Это 9% от необходимого. Ставку на азимы и хлеборобы Витебщины зарабели еще 2 годы тому. Их доля у агольной структуры збожевого клина складает 65%. В урожайности порядка 20-25% азимы и зерновые всегда будет урожайность выше. 240 тысяч стоит задача посеять азимых зерновых. Уже определились лидеры. Это и Льозненский, и Витебский районы, где уже посеяно более 16%. Жара в августе, конечно, дала свое. Отсутствие осадков уплотнили верхний слой почвы. Сейчас достаточно трудно идет именно обработка почвы. Полова района у Витебской области приступила до уборки кукурузы. Все лето под гитую культуру отведено коля 100 тысяч гектаров. Убираются основным на силосу. Особных на сподарках урожайной зеленой массы досягает 400 сетнеров с гектара. В этом году у нас посеяно 93,5 тысячи гектар кукурузы именно для получения силоса. И порядка 5 тысяч отведено в зерновую группу. Но здесь будем смотреть индивидуально по каждому полю, как зерно подошло, не подошло. В хозяйствах, где с кормами, скажем так, не очень, будут убирать кукурузу максимум на силос. Из 93 тысяч гектар, предназначенных под уборку, на сегодня убрано 2 тысячи гектар. Больше всего кукурузы убрано в Чашницком по процентам и в Рассонском районах. Кукуруза складая полову агульного объема кормовой базы. С этой культуры аграры намерены на запасе скаля 15 сантиметров кормовых одинок на умону главу живела и забеспечить под полную потребу якосных сбалансованных кормов. Школьники Витебской области стали призерами Международной олимпиады по навуках об земли. Интеллектуальные споборненства проходили у Италии. У складе белорусской команды выступали два представники полношного региона – Витебска и Пастау. Илья Лопатинский познайомился с юными доследчиками планеты. Витебский гимназист Олег Паулович николи не думал, что свяжет свое житие с географией. Цикавость до предмета развил его наставник, а батьки подтримали. После поспехового выступления на районной оподы областной и республиканской олимпиадах вышел на европейский узровень. Серая перемог провела хлопца на Международную олимпиаду. Школьник дебютовал у Италии и одразу бронза. Для меня география – это как фундамент всего. Без географии мне будет действительно плохо. Учитывая то, что я занимаюсь географией, она помогает мне быть увереннее, она помогает мне с уверенностью смотреть в будущие дни. У вольный час Олег профессийно займается альпинизмом. Верить симбиоз спорту и территичных ведов по географии дозволит ему стать доследчиком земли и навыд инших планет. Авантурызм хлопца подтримливает и его педагог. Наставник географии не просто передает свои веды. Яши не дозволяя спыниться после пеших сурьезных поспехов. Подготовка она постоянна. Олег у нас победитель всех этапов Республиканской олимпиады по географии. И это идет подготовка в течение всего учебного года. То есть сначала к районной олимпиаде, потом к олимпиаде областной, потом к республиканской олимпиаде, а уже потом к международной. Помимо занятий в школе, самостоятельной работы, с ними была подготовка с национальной сборной. Занимались преподавать СБГУ. У них были дважды сборы. То есть это круглогодичная, постоянная подготовка. У парты с интересом до международной олимпиады по науках обземли рыхтовалася Елизавета Афанасьева с Поставской гимназии. Девчина завоевала серебро интеллектуальных споборництвов. Я участвовала в международной олимпиаде по наукам и земле. Она проходила дистанционно, но центр находился в Италии. Олимпиада состояла из четырех блоков. То есть там была геология, астрономия, океанология. В олимпиаде принимало участие 200 человек из 40 стран. Международная олимпиада по науках обземли проводится с 2007 года. Удел принимают знаутся географии, астрономии с усяго свету. Школьники Витебской области у интеллектуальном супредстоянии выступают не у першиню. А вось медали завоевали только в этом году. Усяго селета белорусская команда привезла с олимпиады семь узнагарод. Илья Лопатинский, Виктор Паулоу, Новины, Витебск. Сюня хокейный клуб Витебск проведе домашний поединок чемпионату Беларуси с Упрась Могилёвым. Дагытуль подопечный Романа Юпатова стартовали у экстрализии с двух перемог. И у першиню гестуры команды завоевали кубок Руслана Салея. С трумфаторами турниру сострялся Сергей Мисурагин. Он не только раз пытал про планы витебских медведео на сезон, а и убачал гоноровый трофей. Хокейный клуб Витебск селета стал уладальником Кубка Руслана Салея. Турнир стартовал у 2013-м годе. И ни разу дагытуль команда, забирагу от звены, не трымала у руках другие позначности трофей у беларуским хокее. Леты с медведя вышли у плей-офф регулярного чемпионата Украины, чого так само давно не сдаралася. И одразу почали подрыхтовку до наступного сезона. Каманда не формировалася хаотично. На каждую позицию запрашали невыпадковых игроков. У проэры ТЭТИ были выхованцы Витебской школы хоккея. Шли планомерно, и мы старались собрать хороший дееспособный коллектив, боеспособный ребят, которые на хорошем опыте. Ребят в основном витебские, потому что больше 80% это витебские воспитанники. В этом году удалось их всех собрать под флаги города, поэтому это все была плановая подготовка. А что касается победы, то, конечно, тут просто непередаваемые эмоции. Огромное спасибо руководству области, города, нашему управлению, нашим болельщикам, которые поддерживали. Так неимоверно, просто там такая атмосфера в этом гродно была. Просто супер. Под час перед сезонной подрахтовки головный тренер команды Роман Юпатова проговорился, что в першиню под его керавництвом у Витебску собрался сопроводный коллектив профессионалов. Тренерскому штабу не треба было выражать особистые проблемы подопечных. Уся концентрация на тренировочном процессе. Тому выник оказался настолько важким. Работали много, да, вы освещали, приезжали в лесу, в горки тяжелые бегали. Были тяжелые кроссы, поэтому большой объем работы выполнили. Поэтому, в принципе, все закономерно. Этап подготовки – это само собой. Ну, кто не хочет выигрывать трофеи, тем более хорошие бонусные за трофей. То, что выиграли трофеи – это подарок городу. У финальном поединку Кубка Салея золотым матч с Гомелем витебляне добились операмоги с ликом 2-1. Расшающую шайбу на свой рахунок записал 19-годовый форвард Медведев Микита Беспалу. Хлопец на все житё запомнил у Гэтэмова. Соперник ошибся, там неудачная передача пошла. Ну, и получилось, что так и так развивалась моего борта. Шайбу подобрал, забросил вроде от простого. И там уже соперник из-за нашего давления тоже допустил еще одну ошибку. И как-то воспользовались моментом. Не меньше амбиции у команды областного центра у регулярном чемпионате Беларуси. У двух стартовых поединках витебляне узяли верх над Гомелем и Могилевым. И это совсем не на хвале и фары от перемоги у Кубку. Для нас этот сезон, сезон Кубка Президента будет экзамен. И у нас стоит задача, как можно выше подобраться к чемпионству. Поэтому задача стоит однозначная медаль. Какого достоинства нужно покажет жизнь. У первой домашней встречи витебские хоккеисты обыграли Могилеву с минимальным ликом 2-1. Болельщики спадяются, что переможная серая медведя протягнется. Царгеми Сурагины, Виктор Паулов, Новины, Витебск. Новая спортивная пляцовка открыется у этой выходной на территории лядового палаца спорта у Витебска, размещенная на побоч с хоккейной коробкой. Это позволит специалистам сделать тренировочный процесс с выхованцами мясцовой детячей унацкой школы больше интенсивным. Еще в летку, по коле шло будавництво, юные хоккеисты поспели оценить компактность, ручность и универсальность спортивного сбудования. Тут можно займаться сразу на некольких гульнявых локациях. Мы сейчас уже вкладываем в наше будущее поколение витебских хоккеистов материально-техническую базу развивали. Мы построили еще одну площадку под открытым небом для того, чтобы наши ребята, в том числе и первая команда фарм-клуб, и воспитанники Дюж занимались здесь у нас на территории. Они ходили через дороги, нарушая правила дорожного движения. Укрепили материально-техническую базу, купили тренажеры, на льду работать, на земле работать. Площадку будем открывать в субботу 10-го числа в рамках праздника здоровья жизни. Первый отдел администрации будет проводить. И в этих рамках будет открытие нашей площадки. Материально-техническая база ледового палаца спорта будет развиваться. Кировничество не выключает, что в худшем часе на территории появятся новые спортивные объекты. Долучайтесь до наших суполок у социальных сетках и мессенджерах. Подписывайтесь на ютуб-канал телерадо-компании «Витебск». Тут можно переглядеть с любимой программы, поделиться новинами сябрами и покинуть свои водгуки. Выпуск новинок этим завершен. Я с вами развитвуюся. Счастлива! Синоптики поведомляют. По в области пираменная в облачность. Без опадка. У ночи ранится и слабый туман. Ветер ночью заходний, полношно-заходний. Днем полношно-заходний 4,9 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 1, плюс 6. Местами заморозки 0, минус 2. Днем плюс 14, плюс 19. У Витебску пираменная в облачность. Без опадков. Ветер ночью заходний, полношно-заходний. Днем полношно-заходний 4,9 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 14, плюс 16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова